На территории ГО и ЧАЭС прошел спортивно-кинологический праздник «Лапы на старт». В двух конкурсах для четвероногих, питч-н-го и веселых стартах смогли принять участие все желающие горожане с собаками. 24 марта отмечают восьмилетие со дня возрождения комплекса ГТО. Популярность движения растет и с каждым днем набирает сторонников. Сегодня участников комплекса уже более 16 миллионов. Свыше 4,5 миллионов россиян носят заслуженные знаки отличия, и число их обладателей растет ежедневно. В Сарове стартовал муниципальный этап «Зорницы-2022». Три дня старшеклассники города соревнуются в стрельбе, беге, отжиманиях и плавании. Для них пройдет тактическая игра на местности и смотр строевой подготовки. С этого года абитуриенты могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ не только за золотой значок ГТО, но и за два остальных знака отличия – серебряный и бронзовый. Изменения внесены в приказ Министерства образования и науки России. За значок ГТО будущим студентам могут добавить от 1 до 10 баллов, в зависимости от условий приема вуза. Для того, чтобы сдать нормативы, обязательно нужно предварительно оформить медицинскую справку. Справка с указанием физической группы здоровья, физкультурной группы здоровья и пометкой «Допущен до выполнения нормативы ГТО». С первой группой здоровья никаких противопоказаний нет. Если группа здоровья ниже, то желательно еще, чтобы человек сходил к врачу-специалисту, ну, к тому специалисту, по чьей части у него проблемы со здоровьем. Нормативы ГТО может сдать любой желающий – от 6 лет, последняя возрастная ступень – от 70 лет и старше. Для каждой возрастной группы предусмотрены свои нормативы, обязательные и по выбору. В обязательные нормативы входят наклон над гибкость, отжимание у женщин и потягивание у мужчин, бег на короткую и длинную дистанции. Если вы решили пройти комплекс ГТО, то самый первый шаг – регистрация на сайте gto.ru. После регистрации вы получите свой уникальный номер, который нужно предъявить организаторам мероприятий. Мы выкладываем расписание, дни, в которые мы принимаем плавание, стрельбу, зальные нормативы. И люди просто записываются через форму на нашем сайте и приходят. Ну, если кому-то очень нужно индивидуально сдать, мы, конечно, прислушаемся и можем принять, в принципе, индивидуально. Результаты каждого испытания можно посмотреть в своем личном кабинете на сайте gto.ru. Также у участников есть возможность передать нормативы. На это организаторы дают определенное время – в течение одного квартала. Если человек не успевает за это время пройти испытания еще раз, то в начале второго квартала организаторы уже не смогут поменять участнику результат. Данный норматив у него будет, допустим, не на золото, а на серебро или бронзу, ну, вот в соответствии с тем, как он его выполнил. И если это один из обязательных нормативов, то можно сказать, что все, человеку, ну, как бы бронза или серебро пересдать, это уже он не сможет изменить свой знак. Если это какой-нибудь из необязательных нормативов, нормативов по выбору, то есть возможность сдать что-то другое. Выбрать плавание вместо лыж, которые, допустим, не получилось сдать на золото, выполнить и получить таки золотой знак. К сдаче нормативов в ГТО человеку нужно подойти со всей ответственностью. Полина Седова отмечает, что участнику лучше заранее подготовить тело к нагрузкам и до начала испытаний поддерживать свою физическую форму в оптимальном состоянии. Сдавать стало больше людей, потому что присоединились к нам детские сады, школьники стали более массово приходить. Но взрослое население, наверное, осталось на том же уровне, потому что как были физкультурники определенные, так и ему интересно каждый год ходить и кого-то нового привлечь. Нормативы принимают на базе стадионов Икар и Юниор, а также бассейн и Дельфин, где неспытания при себе обязательно нужно иметь удостоверение личности, медицинский допуск и УИН-номер участника комплекса ГТО. Всю подробную информацию можно узнать на сайте спортивной школы Икар саровспорт.ру, в разделе «Тестирование ГТО», а также в группе ВКонтакте «Центр тестирования ГТО Город Саров» или по телефону 993-94. Подготовка к «Зарнице» – это командная работа, считают ученики 20-й школы. Ребята уже прошли этап стрельбы, сейчас дают физическую подготовку. Бег на короткую длинную дистанции, отжимания, подтягивания, метания гранаты. На другой площадке в бассейне «Дельфин» состязаются в плавании на дистанции 50 метров. В том, что достойно пройдут все испытания, ребята уверены. В подготовке участвовали многие педагоги, так как педагог-организатор ОБЖ, учитель истории, наш заместитель директора, социальный педагог, соответственно, и принимал участие педагог-организатор Порошин Евгений Михайлович. Основную часть подготовки он взял на себя, это и вечерние подготовки. Огромное спасибо ребятам, потому что отдаются, хотят. На муниципальный этап соревнований заявили семь команд из школ города в четырех возрастных категориях. Впереди их ждут еще два дня состязаний. Один из самых сложных и интересных – второй. Ребятам предстоит пройти тактическую игру на местности. Проведут ее на лыжной базе. Участникам подготовили несколько этапов – минное заграждение, радиационно-химическая зараженность местности, атака переднего края противника. И на третий день комиссия будет выезжать непосредственно в школы из-за ковидных ограничений и принимать зачеты по строевой подготовке, дисциплины равнения на знамена, сборка-сборка автомата Калашникова, одевание общего искового защитного костюма и написание, тестирование по исторической викторине. Победители состязания представят наш город на областном этапе соревнований. Вельш Корги Пемброк по кличке Есенин очень любит бегать за игрушками и выполнять различные команды. В кинологическом празднике «Лапы на старт» собака участвует во второй раз. В прошлом году Есенин занял первое место в своей категории – взрослые мини. И хотя победить всегда приятно, такое мероприятие и для собаки, и для его хозяина – это прежде всего приятная атмосфера, отличное времяпрепровождение и возможность пообщаться с другими четвероногими и их владельцами. Когда гуляем, для того, чтобы дать побольше нагрузки, вот бегай за пулером в лесу. Просто ожидаем хорошей компании, погода прекрасная, поэтому насладиться прогулкой. Ну а там что получится. Ежегодный спортивно-кинологический праздник «Лапы на старт» стал для многих горожан и владельцев собак полюбившимся мероприятием. «Лапы на старт» объединяет четвероногих друзей разных размеров, возрастов и пород. Здесь можно встретить лабрадоров, бордер-колли, бельгийских и немецких овчарок, корги и обычных беспородных собак. У нас два конкурса. Это питч-н-гоу, личное и командное. Ну, бросай-неси. То есть собачка должна сбегать и принести несколько раз любимую игрушку на время. И второй конкурс – веселые старты. На саночках необходимо будет веселый такой конкурс перевести. Три мячика тоже на время. Призовые места распределили по разным категориям собак. И с подарками ушли не только победители. Все участники мероприятия «Лапы на старт» также получили приятные презенты. Это был совсем другой хоккей. После сокрушительного поражения на Саровском льду наша команда отправилась с ответным визитом в Лысково. О том, что ребята приехали за победой, стало понятно после первых минут матча. Саровские хоккеисты взяли инициативу в свои руки и уже в первом периоде вели 0-2. Торпеда удалось забросить одну шайбу в ворота противника. Однако Саров переломил ход игры в свою пользу и закончил период со счетом 1-3. Второй период без голов, как бы такой, туда-сюда. А в третьем Лысовские добавили, сравняли 3-3. Но за счет, наверное, мастерства где-то хоккейный бог нам был улыбнулся. И 4-3 за 6 минут до конца, а в конце выстрелили просто и все. Времени насладиться победой практически не было. Счет по играм 1-1. А впереди реванш. За выход в финал команды боролись уже на нашем льду. Первый период был напряженным. Саров снова взял инициативу в свои руки. Первый период закончили со счетом 1-0 в нашу пользу. Мы, наверное, просто не успели восстановиться. Саровская команда, все школьники, все молодцы, мальчишки, все такие спортивные бегут, упираются. Ну, у нас столько школьников, несколько здесь. И нам тяжело, конечно, как бы с профессионалами здесь тягаться. На первой минуте второго периода шайбу ворота противника забросил Константин Поляков. В третьем периоде торпеды отыграться не смогли. Гости пропустили сразу 4 шайбы. Игра закончилась с разгромным счетом 6-0. Однако буквально на последних секундах Лыскова попадает в наши ворота. Финальный счет матча 6-1. Нашим ребятам очень помогла зрительская поддержка, признается Сергей Макеичев. Очень приятно. Сегодня, наверное, одна из самых лучших. На 23 февраля была игра, там была средняя неделя, и тоже было порядка 600 человек. Я хотел, конечно, сказать огромное спасибо, что пришли поддержать и также наш институт. Я слышал, приходил даже первый курс, даже третий, по-моему, приходил курс поддерживать нас. Спасибо вам большое, наш болеющий. С 26 марта стартует финальная серия игр, которая продлится до трех побед.